конечные поля часть 3 мы остановились на том что в поле остатков отделение на простое число имеется замечательная формула вот такой многочлен раскладывается полностью на линейные множители просто каждый линейный множество ответствует ровно одному остатку по модулю p то есть это x на x минус 1 на x минус 2 и так далее на x минус p минус 1 вот такая формула верна напоминаю верна по модулю п то есть она в каком смысле верна она верна в том смысле что если вы раскроете все скобки то будет вот такой насчет коэффициент на это и так очевидно вот такой коэффициент это тоже очевидно нет это кстати уже не очевидно терема вильсона как раз да вот что минус один равно произведению вот этому один на два на так далее напомним с 1 1 факториал всем доброе утро до у нас лекцию будет вести тор что имеется ввиду что значит тор тора то булка этих самых вас когда не было этой в камеру вас на картинке вы с молотом были то что 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 я вы на картинке с молотом были а с молотом я понял а почему тор с молотом твора тоже бог скандинавов это бог огня что ли ли что такое не то есть это конечно это конечно колесо это топологический объект но он тоже не может вести лекции есть какой-то счет тор и сильно из мстителей этого я не знаю это часть культуры как-то мимо меня прошла надо будет восполнить так ну ладно так что на торе скандинавской мифологии молотом уголодает а вот так но серпом не обладает так ну вот но мы вспомнили до сверили часы помните зачем мы закончили что вот эта формула верна потому что у этого многочлена из-за малой теоремы фирма корнями являются все остатки по модулю п а значит в из общей теории многочленов которые мы развивали следует что он делится на их произведения вот таких линейных множителей а больше ничего не может оставаться из соображения степени и старшего коэффициента вот то есть все что будет когда мы раскроем скобки будет делиться на п кроме последнего которая соответственно даст нам формулу висона про п минус 1 факториал а все я понял да бог молнии его оружие молод но короче короче а теперь я хочу вам показать новое поле такое которую вы еще не видели вот на картинках будут поля у нас во всех четырех лекциях все поля будут разные то рожь то пшеница да вот сейчас я вам покажу такое поле которого вы еще не видели никто даже наверное самые продвинутые из вас еще такого поля не видели начнем с некоторого кольца значит кольцо целых чисел вкладывается вот целые числа да это ну это все числа там минус 3 минус 2 минус 1 0 1 2 и так далее все целые числа да это кольцо вкладывается в некоторое больше него кольцо целых комплексных чисел которые проще нарисовать чем объяснить это все комплексные числа но я здесь да я прошу прощения я видимо предполагаю все таки что минимальное знание комплексных чисел есть у всех если у кого-то нет просто задание отдельное задание это изучить комплексные числа обязательном порядке вот значит итак мне важно чтобы вы понимали что комплексные числа живут на плоскости у них есть там длина угол до которые называется длина называется модуль угол называется аргумент но также есть еще вещественные части мнимая и если мы потребуем чтобы и вещественные а и вещественные мнимая части это просто координаты точки на плоскости которая изображает данное комплексное число каждая точка на плоскости изображает одно и только одно комплексное число если мы ведем систему координат где вот где-то будет нулевая точка вот это единица да это двойка тройка и так далее то вот у меня значит вот это вещественная прямая она внутри комплексных чисел живет, и на ней еще живут целые числа. Так вот, теперь я оставляю от комплексных только те, которые имеют целые координаты обоих. А обе координаты будут целые. То есть, вот, например, вот эта точка называется i, а вот эта минус i. Координаты точки i 0,1, они обе целые. Поэтому i это гауссовое число, это комплексное целое число. Ну и вот, значит, здесь рассматриваются все такие числа. И это кольцо, в котором, значит, сложение, ну, сложение вычитания по очевидным формулам, можете сами, да, догадаться, a плюс минус c плюс b плюс минус d умноженное на i. То есть, правило сложения и вычитания комплексных чисел, это то же самое, что сложение и вычитание векторов на плоскости, кто знает вектора, ну или просто покоординатно нужно это действовать, покоординатно. Вопрос, поля ли это? А, тут идет, тут дискуссия, да? Комплексные числа это поле, да, но это надо отдельно доказывать, безусловно. Вот. А вот здесь это не поле, это кольцо. Делить далеко не всегда можно, но умножать можно всегда. И формула получается вот такая. Если раскрыть скобки и исходить из идеи, что вот это i, это как раз корень из минус единицы, то есть в квадрате дает минус единицу. Мы, как комплексные числа вводятся? Мы вводим их, исходя из идеи, что все уравнения должны быть разрешимы, в частности, первое, самое простое неразрешимое уравнение, которое можно придумать, вот неразрешимое в вещественных числах, это уравнение x квадрат плюс 1, равно нулю. Ну и мы вот вводим i, которое является его решением, естественно, минусы тоже должно быть в этом случае решением, ну и наращиваем комплексные числа, но в данном случае мы хотим рассматривать именно целые комплексные числа. Так вот, если вы раскроете скобки, здесь появится вот такая штукенция, потому что i на i даст минус единицу, и, соответственно, будет ac минус bd, это будет вот эта вот та самая вещественная часть, а мнимая часть будет просто bc плюс ad. Ну и ясно, что если вот эти два числа были целые, комплексные, то есть все четыре вот эти числа были целые, то здесь тоже возникнут два какие-то целых числа. Где умножение никому? А, я понял, сейчас, по-моему, обсуждаются кватернионы, да? Вот в этом чате вместо комплексных чисел. Продвинутые граждане, по-моему, обсуждают просто кватернионы. Да, но это отдельная история. Может быть, через год, например, я прочту цикл лекций про кватернионы. Это очень красиво, но это другая. Вот, так вот, значит, мы на самом деле... Здесь все коммутативно абсолютно, здесь все правила коммутативного кольца с единицей очевидным образом выполнены. Ну, не совсем очевидным. На самом деле нужно проверять, например, ассоциативность, да? Та же, как вообще комплексные числа. То, что ассоциативность верна, альфа на бета... Ну, то, что для комплексных чисел верно, альфа бета на гамма равно альфа на бета гамма, ну, это такой, как бы, ну, обычный такой геморрой на раскрывание скобок. Раскрыл, сверил там и там. Вот. И все везде будет одинаково. То есть тут надо, конечно, все аксиомы надо проверять, но, в общем, отдельное упражнение для желающих проверить все аксиомы кольца. И после этого окажется, что действительно гауссовы числа. Это кольцо. Вот. Теперь я хочу в нем ввести делимость. Ну, и я, понятно, говорю, что гауссовое число альфа вот такое делится на бета в том и только в том случае, когда существует гамма, ну, скажем, равная... Чего у нас, какие буквы еще есть? Х плюс у, например. Такое, что альфа равно бета гамма. То есть а плюс б и равно с плюс д и на х плюс у и. Или что то же самое а должно быть равно с х минус д и у, а б должно быть равно д и х плюс с у. То есть, вспоминая, как устроено умножение, мы понимаем, как устроена делимость. Делимость это значит, что, ну, вот для данных двух гауссовых чисел мы проверяем, существует ли какое-то число, тоже гауссово, которое при домножении на это дает это по вот нашим правилам работы. Так вот, суть в том, что это уже гораздо сложнее увидеть. Вот так на глаз ты не увидишь вот какое-нибудь вот такое число там делится на вот такое или нет. Сразу на глаз не увидишь. Здесь нужна некоторая техника. На самом деле, на самом деле увидеть можно... Давайте я вам дам некий лайфхак. Как это можно увидеть, если вам, ну, вот, например, вот вам дано вот это число, вы хотите проверить, делится ли оно на вот это число. Что вы делаете? Вы запускаете комплексного кузнечика. Представляете? Комплексный кузнечик. Он сейчас будет прыгать, но у него следующее. Он умеет не только прыгать вот так вперед, да, и назад. Он еще умеет, как военный такой, налево, раз-два. И, соответственно, он прыгает, он умеет прыгать в перпендикулярных четырех направлениях. Понятно, да? И, соответственно, он может вот сюда сигануть, сюда сигануть, сюда сигануть. Ну, и дальше, соответственно, вот он будет выстраивать такую прямоугольную квадратную сеточку. Ну, там, в силу моей художественной ущербности, она здесь, может быть, не вполне квадратная. Ну, и вот мы видим, что вот эта точка попала на эту сетку. Так вот, на этой сетке лежат ровно кратные два плюсы. В точности они и только они. То есть множество всех гауссовых чисел, которые делятся на два плюсы, и эта сетка вот такая, значит, увеличенная и повернутая прямоугольная сетка, то же самое. И поэтому, в принципе, довольно быстро можно понять, что на что делится, если вам даны два числа. Скажите, пожалуйста, понятно ли я объясняю пока? Ну, нет, а почему, да, хотя он может выстраивать такую сетку, но почему именно узлы этой сетки, если будут кратные числа, вот этому вектору данным? Хороший вопрос, хороший вопрос. В силу того, что на самом деле умножение комплексных чисел это сложение углов, отложенных от вот этой вот оси. Ну, точнее, это перемножение длин и сложение углов. Но я действительно это съел, так же как основную теорему арифмистики для многочленов, я не стал доказывать, я ее так сформулировал. Также в данном случае я съел то, что умножение комплексных чисел это перемножение модулей и сложение углов. Но если мы уже знаем, если мы в это поверили, то что значит 2 плюс i умножить на, там, скажем, tau плюс сигма i? Это tau умножить на 2 плюс i, но здесь все очевидно, здесь понятно, что идет просто в tau раз увеличение и оборачивание в противоположную сторону, если tau отрицательное. А вот что вот это такое? Плюс сигма на 2 плюс i на i. Вот что такое 2 плюс i умножить на i? Если раскрыть сколку, получится минус 1 плюс 2i. Вот, в принципе, даже можно без знания, как бы можно просто знать, что i квадрат равно минус 1, чтобы это увидеть. Потому что 2 плюс i на i, это минус i плюс 2i, и видно, что как раз здесь прямой угол. И так будет для любого числа. Умножение на i – это поворот на 90 градусов в направлении против часовой стрелки. Давайте, если кто не общался еще, я вот это упражнение предлагаю. Упражнение. Домножение. Ну, оно совсем простое, но тем не менее. Домножение на i равно поворот на плюс 90 градусов. На плюс 90, значит, в правильном направлении, вот в этом. Но когда я говорю вам вот в этом, вы видите, наоборот, по часовой, да? То есть нужно вот так, вот в этом, вот в этом. Потому что вы зеркально от меня стоите. Вот. И, соответственно, при умножении на i получается вот это число, а дальше в сигма раз оно тоже как бы удлиняется и обращается в ту сторону. Ну, и ясно, что теперь любые суммы попадут как раз в эту вот решетку. Ну, и можно, да, можно, да, можно далее, да, доказать так же, доказать, что для любого гауссового числа, там, v плюс w и i, кратные образуют вот такую решетку. Кратные, кратные гамма образуют повернутую как-то и тем не менее центрированную в нуле решетку. Можете также найти ее площадь, вот как бы площадь типичного квадратика вот этого. Это довольно важная информация, но сейчас я не буду заострять внимание. Ну, например, площадь этого квадрата равна 5. Можете подумать, какова связь числа 5 и числа 2 плюс i. Квадрат модуля. Да, совершенно верно. И так будет всегда. Вот. Ну, так что же, тогда, значит, мы... Теперь что я хочу? Я хочу сказать, что здесь есть 4 числа, которые вот здесь минус 1 и плюс 1 были, которые делили любое другое. Это называется группа обратимых элементов кольца. В любом кольце есть группа обратимых элементов. Потому что если какой-то... Значит, что такое элемент обратимый, да? Элемент называется обратимым. Определение. Элемент кольца называется обратимым, если он делит единицу. Или что то же самое, делит любое число. Ну, действительно, если он делит любое число, то и единицу в частности. А если делит единицу, то понятно, что, ну, как бы, если мы хотим, там, вот А разделить на гамму, то мы пишем А умножить на 1, деленный на гамму. И если вот это число тоже уже присутствует в кольце, да, из-за обратимости, вот, то, соответственно, можно и любое число разделить. Ну, и упражнение... А? Как это число делится? Ну, как вам же число делить? Строго по определению, а? Нет, вы говорите, что обратимое число делит все числа. Ну, просто как это? Делит все числа. Ну, давайте, давайте поймем. Делит на все числа. Делит, делит все числа. Делит. То есть, все числа делятся на него. Ну, например, ясно, что на единицу делятся все. Ясно, что на минус единицы тоже делятся все. На какие еще числа делятся все? Да, да. Еще одно упражнение. О, сегодня куча упражнений. Собирайте их все там где-нибудь в этом. Значит, группа обратимых... Да, значит, во-первых, упражнение номер один. Обратимые образуют группу относительно умножения. Образуют группу, причем относительно умножения в любом кольце. Ну, это не очень сложно понять, да, что если два числа обратимых, то произведение тоже обратимо. Ну, и если число обратимо, то и обратное к нему тоже обратимо. А второе. Обратимые... в Z от I, это вот так называется, Z от I со звездой, множество всех обратимых. Это всего лишь плюс-минус один, плюс-минус I. Ну, это группа циклическая. В том смысле, что есть один элемент, который, возводя в степени, можно получить все остальные. Это элемент, например, I. И потом I квадрат равно минус единице, I в кубе равно минусы, I в четвертой равно единице. И по кругу гуляем. Вот. То есть это группа четвертого порядка, то есть с четырьмя элементами, кольцевая такая группка. Вот. И все числа, все гауссовые числа делятся на все эти четыре. Ну, и вот теперь вопрос, что такое простота? Вот у нас число два плюсы, например. На что уже заведомо оно делится? Заведомо. На себя и на обратимые. На себя и на обратимые. Но еще на вот эти вот четыре, ну, то есть, точнее, на оставшиеся три вот здесь. Потому что при делении, например, на это получается минус I. При делении на это минус единица. При делении на это получается I. То есть на самом деле любое гауссовое число делится на на восемь чисел. Такие, значит, на вот эту шайку обратимых и шайку тех, которые получаются из нашего числа домножением на все обратимые. У любого гауссового числа есть, ну, не нулевого, есть как минимум... Да, нет, извините, у любого гауссового числа не нулевого и не обратимого, то есть вне вот этого вот, вот этой пятерки великолепной. Существует всегда восемь делителей как минимум. Так вот, определение простым гауссовым числом, простым гауссовым числом называется такое, у которого ровно восемь делителей, ровно восемь делителей. по полной аналогии с целыми числами. Что такое простое целое число? У кого четыре делителя? Три, один, минус один и минус три. Значит, один, соответственно, не, а простое плюс-минус и тоже плюс-минус. Эти числа, которые обратимые, про них никогда, вот в любом кольце, да, понятие простоты всегда спрашивают только про необратимые. Про обратимые, ну, как бы, их исключают из простых. Это просто обратимые, и все. Вот. Ноль тоже, как бы, мы не говорим, что ноль простое или непростое, мы к нему даже вопрос не задаем. Но на самом деле, если дать такое определение, то мы сразу получаем ровно те, которые нам нужны, потому что ноль не подходит, у него бесконечное количество делителей. Один и остальные обратимые не подходят, потому что у них четыре делителя. А, например, у двойки, знаете, сколько у двойки делителей? Много. Много? А сколько? Двенадцать. Двенадцать. Вот вся вот эта вот, вот все, которые вот здесь лежат, вообще все, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Все вот эти вот числа, они все делители двойки. То есть, два – это не простое число. Вот представьте, какой сюрприз. Два непростое. Сюрприз! Сюрприз! Два – это непростое число. А три – это простое, но это надо доказывать. Вот. Ну, как бы, на самом деле, есть некий общий метод рассмотрения того, какие обычные простые числа остаются здесь простыми, а какие перестают быть простыми. Я лишь дам ответ. Я лишь дам ответ. Он не очень простой. Я не хочу сейчас про него говорить, потому что он не очень простой. Но ответ такой. Такой обычное простое P будет простым в Z от I тогда и только тогда, когда оно имеет вид 4K плюс 3. И этот ответ напрямую связан с замечательным достижением фирма Гаусса и Эллера о том, что любое натуральное число, любое простое, извините, число вида 4K плюс 1 является суммой двух квадратов. Вот. Именно, да, именно 4K плюс 3. Да, у двойки 12 делителей, поэтому оно непростое. Ну вот, так вот я хочу рассмотреть сейчас число 3, как Гауссово число. И что я теперь хочу с ним сделать? Давайте я все сотру. Кроме этой формулы, она будет нашей путеводной звездой. Могу стереть все остальное, да? Да, да. Это было знакомство с Гауссовыми числами. А теперь я сделаю... Я сейчас вам предъявлю некоторое красивое новое поле. И потом уже мы будем обобщать свойства этого поля до свойства произвольных конечных полей. Вот. Сейчас мы изучим некоторое совершенно конкретное поле. Так. Так вот, это поле остатков отделения Гауссовых чисел на 3. Ну, мне нужно доказывать, что это поле. Но прежде всего давайте поймем, что совершенно так же, как остатки отделения на какое-то вообще любое целое число образуют кольцо, по крайней мере кольцо. Про поле пока не говорю, но по крайней мере кольцо. Ровно так же остатки отделения на любое Гауссово тоже образуют кольцо. И кольцо это будет конечным. Так же, как было в случае целых чисел. Вот. Значит, так же делаем, складываем, берем остатки. Только единственное, что вот здесь какая тонкость. То есть, когда мы делили какое-нибудь там, например, ну, берем z, да, делить на 12. Вот как мы говорили, что мы не будем различать числа, которые отличаются на кратное 12. Ну, и увидеть вот это множество было просто, потому что мы брали вот такую систему представителей. А какую систему представителей взять здесь? То есть, мне нужно из каждого... У Андрея Михайловича бывают всякие системы представителей, да, но в данном случае это не совсем про то. Вот. Значит, мне нужно как-то естественно выделить из всех чисел, дающих один и тот же остаток отделения на 3, или иными словами, из всех чисел, которые при вычитании друг из друга дают число делящееся на целом на 3, мне нужно как-то выделить какое-то одно устроенное... Так, ну ладно, поехали. Да даже на этом, на турнире чемпионском по шахматам у Карлсона с кем-то там из Восточной Азии пропала связь, и было защитное техническое поражение. Потом Карлсон возвращал матч, пожертвовал Ферзя, чтобы не брать такую победу. Так что это на любом уровне абсолютно интернет, это дьявольское отродье, и, конечно, в любой момент может где угодно отрубиться. Ну что, продолжаем, да? Продолжаем? Меня слышно теперь? Да-да, я вас слышу. Ну вот. Ну что, давайте найдем вот этому человеку, представителя какого-то более удобоваримого по модулю 3. Что это значит? Я могу вычитать кратные трех в гауссовых числах. Что такое кратные трех? Три на х плюс у и. То есть вот это кратное трем, и вот это кратное трем. К какому виду я могу его самому простому привести? Откуда взялось это число 7 минус 5 и? Я его из головы придумал. А, то есть это... Просто так, вот для примера. Вот я хочу это число привести к такому виду, не меняя его по модулю 3. То есть мы рассматриваем все вообще, все, это самое, все числа только по модулю 3. И мы хотим понять, к какому виду они приводятся. К какому? 1 минус 2 и. Ну, например, но мне больше нравятся 1 плюсы. Это действительно дело вкуса, но почему я хочу 1 плюсы? Потому что я хочу утверждать, Лемма, она же упражнение. Упражнение. Любое число имеет ровно одного представителя вида 0 плюс минус 1 плюс 0 плюс минус и. Ну, то есть как бы... То есть вида А плюс Б и И, где и А, и Б принадлежат множеству 0, 1, минус 1. У мнимой части 1 представитель, и у обычной 1 представитель. Ну да, мы загоняем мнимую часть в эти вот, в эти тиски, вычитая или прибавляя кратные 3, то есть кратные 3, и вещественную загоняем туда же. Понятно ли, что два числа отсюда, вот из таких, уже несравнимы по модулю 3? Ну там, то, что любое число... Ну да, то есть любое число загоняется в такой вид, но никакие два числа такого вида уже несравнимы. Если их вычесть, получится число, не делящееся на 3 по формальным правилам деления. Вот. Поэтому, поэтому... Что? Эту лему, ну, сейчас эти числа, эти числа можно получить только, ну, из какого-то числа, вычитая число кратное 3. Из любого, из любого числа, вычитая число кратное 3, можно добиться того, что у числа окажется и вещественной, и мнимой части по модулю, не превосходящему единицу. Вот. То есть, на самом деле, z от i делить на 3, это просто множество, в котором есть следующие числа. Значит, 1 плюс i, 1, 1 минус i, i, 0 минус i, минус 1 плюс i, минус 1, минус 1 минус i. Но при этом надо помнить, что мы их складываем и умножаем по модулю 3. То есть, мы после выполнения соответствующего операции, сложения или умножения, должны снова взять, как бы, его представитель такого вида. Ну, например, давайте возведем в квадрат 1 плюс i. Я и так хотел предложить вам это сделать. Если это честно сделать по правилам гауссовых чисел, то что у нас получится? Молодой еще вопрос. А почему в поле z3 по i3 вот только такие числа могут быть? Почему других не может быть? Это раз и все. Как доказать, что это все остатки поделены на 3? Да, да. Значит, первый вопрос, почему это поле, это я отложу. Пока это только кольцо. Но второй вопрос, он вот на данный момент актуален. Почему любое число на самом деле с точностью до кратных 3 имеет такой представитель? Вот именно потому, что мы умеем загонять. То есть, мы берем остаток отделения натрия вещественной части и загоняем его во множество 0,1, минус 1. Вот это же на самом деле представители, все представители остатков по модулю 3. 0,1 и минус 1. И то же самое проделываем с мнимой частью. Загоняем ее в i, 0 и минус i. И тогда разница между вот таким числом и его представителем, вот у этого числа, например, вот этот представитель, 1 плюс i, да? Разница между ними будет, вот в данном случае это будет 6 минус 6i. Ну, это, очевидно, делится на 3 по правилам деления в гауссовых числах. Если мы делим... Все нормально? Если мы делим... О, вы вернулись. А? Все, да? Ага, отлично. То есть, если мы делим вообще гауссово на обычное, то это все то же самое, что делить и мнимую часть, и комплексную часть. Вот. Да, и мнимую часть, и вещественную часть. То есть, обе части должны делиться на данное целое число. Ну, вот, то есть, любое число загоняется сюда путем прибавления или вычитания кратных трём. А значит, не меняется вот в этом множестве, не меняется. Это множество классов, так сказать, классов чисел, разница между которыми делится на 3. Поэтому любое число можно загнать туда. А вот почему это поле, мы пока не знаем. Нам надо доказать, что можно всегда делить. Так подождите, получается, что вот в любом поле, ну, если бы там вместо 3 было бы любое число, то там бы тоже было множество, что... Вот то же самое, что и в поле zp3. Ну, вот, если бы, например, я рассмотрел вот такое множество, то в нём было бы 49 разных остатков. И даже понятно, каких. То есть, мы берём все по модулю 7, любое отсюда, и прибавляем i, умноженное на тоже любое отсюда. Здесь 7 вариантов, здесь 7 вариантов, 7 и 7, 49. И здесь просто. А? А 7 минус 5i, почему у нас остаток получается 1 плюс i? Потому что если я возьму... Что значит остаток? Это значит, что если я возьму разность, то получится число, которое делится на 3. Ну, в самом деле, 7 минус 5i минус 1 плюс i, это 6 минус 6i. Спасибо. Вот. То есть, остаток, это означает, что просто разность делится. И это просто удобная система остатков. Вот здесь встречаются поголовно все остатки от деления на 3 среди гауссовых чисел. И все, значит, они дают разные, так сказать, остатки в том смысле, что любая разница между... Любая разность между двумя элементами отсюда уже на 3 не будет делиться. Это будут действительно разные классы. Итого будет 9 классов. Хорошо, а вот можете еще вот такой вопрос? Если у нас есть число, допустим, действительно часть которого уже будет меньше тройки, а в неме больше тройки, то мы можем его еще видоизменить? Ну, вот таким образом. Конечно. Вот, например, мы взяли 7 минус 5i. Превратили в 1 минус 5i, да? Вычитая 6. А теперь мы просто прибавляем 3i, точнее, сразу прибавляем 6i, и получается 1 плюс i. 6i делится на 3. И минус 6 делится на 3. То есть мы отдельно боремся с вещественной частью, а потом с комплексной, с мнимой. Нужно просто привыкнуть к понятию делимости. Делимость – это делимость гауссовых чисел. Но когда мы делим на обычное целое, это просто означает, что делиться должно как вещественное, так и мнимое на это целое. Вот скажем, вот что такое вот это... Ой, я извиняюсь, сейчас z от и было... z от и делить на 7 надо было написать. Вот что такое вот это? Это немножко хитрее. Это хитрее. Ответ, как ни странно, будет такой. Это все те же минус 2, минус 1, 0, 1, 1, 2. Но вот это упражнение посложнее. То есть мы можем убить мнимую часть совсем, а вещественную загнать в минус 2, минус 1, 0, 1, 2. То есть это то же самое, вот это то же самое, что z по 5. Вот эти вот два множества, два поля, как говорят, изоморфны друг к другу. Ну то есть они на самом деле просто, ну фактически они одинаково устроены, абсолютно одинаково устроены. Это одно и то же поле. То есть если я возьму все остатки от деления на 2 плюсы среди гауссовых чисел, это то же самое, что все остатки от деления на 5 среди целых. Но это хитро. Вот это вот, за это упражнение беритесь уже те, кто хорошо, в принципе, знаком с остальным. То есть после вот всяких промежуточных упражнений, вот, докажите, что это тоже верно. И здесь 5 элементов, да, 5. А здесь 9. То есть здесь было как бы, вот так когда тройка шла, да, не, тут количество элементов было 3 в квадрате, да, то есть модуль этого числа в квадрате. А когда мы вот по этому факторизовали, то просто модуль этого числа, модуль равен 5 длина этого, ну, извините, не модуль. Так, я сейчас, короче, нет. И там, и там, здесь столько, сколько модуль в квадрате. Длина этого числа корень из 5, и здесь ровно 5 чисел. Длина этого числа 3, и здесь ровно 9 чисел. Все, все нормально. Всегда будет количество чисел равно модулю числа в квадрате. Просто у некоторых гауссовых чисел модули будут с корнями, да, корень квадратный из чего-то. Вот у этого корень из 5 длина этого числа. А чисел здесь 5. Вот это всегда будет верно. Но это похитрее. Но мы, собственно, боремся с тройкой, мы не будем с этим бороться пока. Мы хотим побороться с тройкой. Я хочу доказать, что это поле. Но я заодно хочу еще одну вещь увидеть. Что произойдет, если я буду один плюсы возводить последовательно в разной степени. И я хочу вам это продемонстрировать. Итак, что такое один плюсы в квадрате? Кто-нибудь скажите вслух. Двои. Безусловно. А по модулю тройки? Минусы. Я сейчас нарисую такую картинку. Ноль мы запрещаем. Вот здесь живет им. Здесь один плюсы. В кружках будут жить они. В этом единица. Это минус один плюсы. Это минус единица. Это один минусы. Это минусы. И это минус один минусы. А теперь смотрим, что происходит, когда я возвожу один плюсы в разной степени. Значит, в квадрате оно равно 2и. Или что-то же самое минусы. Отлично. Дальше. Что будет, если я возведу его в куб? Можно было бы написать, что один плюсы в кубе это то же самое, что один плюсы в квадрате. Ну, по модулю 3 это то же самое, что один плюсы в квадрате на один плюсы. И получить... Что получить? Минус и плюс один. Да, то есть один минусы. Но, так как я хочу еще один интересный эффект продемонстрировать, я хочу возвести в куб прямо в лоб. Диктуйте. 1 плюс 3и плюс 3 в квадрате на один минус 1. Совершенно верно. Так вот. Это и это уже делится на 3, что непосредственно видно. Мне даже не надо замечать, что и квадрат это минус 1. Поэтому они сгорают по модулю 3. Сгорает все, кроме крайних, остается 1. И что дальше будет идти? Минусы. Минусы. То есть, смотрите. Это то же самое, что один в кубе плюсы в кубе. Намечается замечательное явление, которое я оставлю в виде упражнения, хотя потом все равно докажу. Но упражнение проверить в лоб. В лоб. Ну хотя нет, что здесь проверять? Тут очевидно. Короче, нет, это слишком простое упражнение. Короче, смотрите. Я просто сформулирую, что я хочу сказать. По модулю 3 имеем вообще всегда замечательную формулу. Альфа плюс бета в кубе равно альфа в кубе плюс бета в кубе. Вы, наверное, мечтали об этом в детстве. О таком биноме Ньютона, да? Как вам такой бином Ньютона? А плюс б в н-ный равно а в н-ный плюс б в н-ный. Классно, но... А правда ли это, кстати, по любому простому модулю с простой степенью? Да! И я это докажу. Поймем. Я это докажу немножко позже. А пока для тройки это очевидно, потому что тут внутри идет 3 альфа квадрат бета и 3 альфа бета квадрат, что оба делятся на 3. Ну вот. Поэтому тут у нас получается еще замечательная штука. Что, значит, это в кубе равно 1 в кубе плюс и в кубе, но это один минус. То есть куб этого числа не равен ему. Мы могли бы предположить по аналогии с вот этими полями, что куб любого числа равен ему. Но нет, не любого. Куб только вот этих трех чисел будет равен им, а этих нет, потому что минус и и меняются местами. И в кубе это минусы, вот это в кубе это вот это, вот это в кубе это. И наоборот, это в кубе это, это в кубе это, это в кубе это. Это такая перестановка. Возведение в куб на этом множестве устраивает перестановку. И это тоже очень важно на будущее. Но я еще не доказал, что это поле. Для того, чтобы доказать, я сейчас сделаю изящный ход. Давайте теперь возведем в четвертую степень. 1 плюс и в четвертой. Это то же самое, что 1 плюс и в квадрате, возведенное в квадрат, правда? Согласны? Ну, имейте в виду по модулю трех. А это что? 1. Только минус 1. Минус 1. А потом зацикливание будет, если дальше в степени возведите. Да, 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 сейчас увидим. Значит, итак, вот это идет, этот шарик идет вот сюда. Ну, а дальше ясно, что на минус 1 все домножится, да? То есть, в следующий раз, домножая на 1 плюс и, я получу минус 1 минус и. Следующий раз я получу... Значит, если я отсюда получил это, то отсюда я, соответственно, получу вот это. Противоположные будут. Дальше отсюда я пошел сюда, значит, отсюда я пойду сюда. И, наконец, отсюда я пойду сюда. Отсюда сюда. Смотрите, какая красивая штука. Это движение числа 1 плюс и при возведении его в степени. В нулевой, в первой, во второй, в третьей, в четвертой, в пятой, в шестой, в седьмой. В восьмой это в нулевой. То есть, 1 плюс и в нулевой, 1 плюс и в первой, так далее. 1 плюс и в седьмой, это все ненулевые остатки по модулю 3. Все ненулевые остатки по модулю 3 перечисляются возведением в степень одного и того же остатка. Что это вам напоминает тому, кто доков в конечных полях? Ну, малотеремообразный корень. Первообразный корень. Кольцо по умножению. Первообразный корень, кто сказал? Тут куча народа уже сказала. Первообразный корень это напоминает. Значит, действительно, для вот таких полей, для z делить на p, это отдельная, длинная, красивая теорема, что всегда существует остаток, который всеми степенями исчерпывает все остатки. Здесь мы это продемонстрировали вручную, но на самом деле теорема абсолютно общая, верна для любого конечного поля. И мы постараемся ее доказать. Это непросто. Это будет действительно по-настоящему сложная теорема, которую мы в абстрактном совершенно виде докажем, но пока, видите, конкретность вот здесь существует в том, что вот этот остаток дает весь цикл. Из этого, кстати, сразу следует, что это поле. Почему? Потому что любой остаток... А? По умножению как кольцо получается. Если сложение заметить на умножение, то как кольцо себя ведет? Ну, похоже, да, очень похоже. Действительно, это просто по умножению ведется... Это получается циклическая группа по умножению. То есть все ненулевые остатки входят в циклическую группу по умножению. Но тогда любой из них, он же имеет вид вот такой. И если я хочу узнать, в какую степень надо возводить, чтобы получить единицу, надо просто возвести в степень 8 минус альфа, потому что это число в восьмой степени дает единицу. Ну, а значит, у любого числа есть обратный. И мы доказали, что это поле. Еще раз повторите, почему это поле, немного непонятно. Да, значит, я доказал весьма хитрым образом. Я доказал гораздо больше, чем то, что это поле. Я доказал, что на самом деле все ненулевые элементы вот этого кольца образуют абелевую группу по умножению. Циклическую. Нет, извините, то, что они образуют... Я доказал сразу, что она циклическая. То есть я доказал, что все ненулевые остатки являются степенями одного и того же. То есть они образуют вот такую циклическую группу. Один, что-то, что-то в квадрате, что-то в кубе, что-то в четвертой, в пятой, в шестой, в седьмой. И сразу снова один. То есть в восьмой степени это равно единице. Но тогда, если я хочу, например, найти обратный для вот этого, да, по умножению, я просто выясняю, в какой степени вот это число даст вот это. Ну-ка, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Отлично. Раз пятая, значит, осталось домножить на третью. А что такое третья? Первая, вторая, третья. Значит, соответственно, на самом деле для этого числа обратным будет вот этот. Потому что пятая степень на третью даст восьмую, то есть единицу. Можно, конечно, и в лоб проверить, что эти друг другу обратны. А эти друг другу обратны. Теперь понятно. Вот. Но я более хитрым путем пошел, чтобы совсем уж так сказать. Вот. То есть в данном случае мы имеем дело с полем, самым настоящим полем. В поле этом девять элементов, три в квадрате. То есть непростое число элементов. Ну и у него есть разные интересные свойства. В частности, вот такое. И даже можно сказать, что х кубе равно х по модулю трех. Тогда и только тогда, когда х принадлежит вот этому подполю, которое живет внутри нашего большого поля. Вот это тоже поле. Это поле всего из трех элементов. Это просто z по три. И оно живет в этом. Большом. А ситуация, когда одно поле живет внутри другого, она описывается в терминах линейного пространства. У вас есть курс, да, линейное пространство, линейное алгоритм? Вот. И вы должны это узнать. То есть у этого поля это линейное пространство над вот этим полем размерности два. И так как коэффициенты могут быть совершенно любыми, базис у нас один и, один и и. Ой, почему здесь минус один, а здесь? А, я в обратную сторону их перечислил. Ну, короче, у нас базис в этом поле один, запятая и. И любой элемент представляется, соответственно, в виде любой элемент из поля z по три, вот эти вот три элемента, да? И любой элемент из того же множества, умноженный на и. И так как выбор здесь и здесь произволен, то получается как раз девять элементов. Это намекает на общие результаты проконечные поля, которым я теперь и хочу перейти. То есть это был пример конечного поля. Пример. Кстати, да, давайте задавайте какие-нибудь вопросы, а потом я вам, вот я сейчас еще два кольца покажу. Еще два кольца. Вот такое есть кольцо. А вот такое кольцо с умножением по компонентным. И есть еще вот такое кольцо. Остатков отделения на 9. То есть здесь живут все, значит, тоже 0 плюс-минус 1, запятая 0 плюс-минус 1, но умножение просто покомпонентно идет. Не как комплексные числа, а покомпонентно. А здесь просто обычные 0, 1, 2, так далее, 8. Здесь, здесь и здесь по 9 элементов. Но это три абсолютно разные кольца. Вот так. Ну, почему? В каком смысле разные? То есть что значит разные кольца? Обычно, когда говорят о разных, имеется в виду, что невозможно установить взаимнооднозначное соответствие между элементами этого и этого, при котором операция, при этом, чтобы операция, да, сохранялась. То есть умножение здесь переходило бы в умножение здесь. Стрелки, что в рисунке стрелки означают? Это домножение на 1 плюс-и. Домножение на 1 плюс-и. Это я рисую диаграмму того, как устроено домножение на 1 плюс-и здесь. То есть минус-и, домножение на 1 плюс-и. Получается 1 минус-и? Да, но это не... Ну, в данном случае это прям по-настоящему получится. Но в некоторых других случаях надо брать остаток отделения на 3. То есть здесь и в самом деле минус-и умножить на 1 плюс-и физически прямо равно 1 минус-и. Но, например, когда вот это я домножил на 1 плюс-и, я на самом деле получил двойку. И она равна минус единице лишь по модулю 3, а не просто сама по себе. Спасибо большое. Вот. Вот так. А будете являться полем вот такое вот кольцо, где, ну, тоже z по i поделить, например, не на 3, а на непростое число? Не будет. Не будет. Не будет по тем же причинам, почему это не происходило в целых числах. Потому что в поле не бывает, чтобы два числа при умножении давали 0. А здесь будет давать. Да, то есть если здесь... Да даже на 2. Вот смотрите, даже на 2. Попробуйте даже на 2 разделить. Это не поле. Так как 1 плюс-и, например, в квадрате равно 0. Здесь есть такой классный элемент, который квадрат дает 0. Квадрат дает 0. Потому что 2i делится на 2. 2i в том же классе, что и 0 лежит. Да, то есть это вот... Вот это вот кольцо, которое мы получили по модулю, так сказать, деление на 2. Вот. Оно содержит 4 элемента. 0, 1 минус 1. Так, 0. Так, оно содержит 0, 1 и 1 плюс-и. Вот. И вот в этом, значит, множестве, да, вот эти вот уже попарно не сравнимы друг с другом. Любой другой сравним с одним из них ровно так же, как любой был по модулю 3, сравним с одним из этих. Да, то есть мы берем просто что-то нечет для каждой компоненты. Но вот это число в квадрате дает 0. А значит, у него не может быть обратного, да, как обычно. Если число при умножении на что-то дает 0 в каком-то кольце, то обратного у него быть не может. Это мы вот в те разы, это был такой лейтмотив наших предыдущих. Хорошо. А как сказать, что вот если в этом поле, где, ну, что какое-то число в квадрате обязательно 0 дадит? Нет, если, наоборот, если вот такое произошло, то это уже не поле. Все, это уже точно, сразу, сразу. Отсюда следует, что вот это не поле. Потому что в поле любой элемент обратим, а если любой элемент обратим, то нет делителей нуля. Нет чисел, которые сами не равны нулю оба, а в произведении дают 0. В данном случае я имею в виду просто числа 2 и 2. Ой, 1 плюсы и 1 плюсы. 1 плюсы умножить на 1 плюсы – это 0, а само 1 плюсы – это никак не 0. Оно не сравнимо с нулем по модулю 2. Оно не делится на 2. Ну, нет, ну, то есть, вот если именно рассматривать гауссовых числах, то тогда проправдали, что вот это поле Z, P, например, то это будет являться полем тогда только тогда, когда, например, P будет простой именно в гауссовых числах. Да, 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 да. В точности то же самое, верно. Это связано в точности с той же самой основной теоремой арифметики, которая в гауссовых числах тоже верна. А верна из-за того, что в гауссовых числах тоже есть деление с остатком. Этот весь вот большой объем однотипного материала я пропустил и для многочленов, и для гауссовых чисел. Совершенно верно. На самом деле, как в кольце многочленов, так и в кольце гауссовых чисел есть деление с остатком, а следовательно, есть основная теорема арифметики, а из нее автоматически вытекает, ну, или как бы эквивалентное ей утверждение, что произведение двух чисел не может делиться на какое-то простое, если никакое из них на это простое не делится. Из этого следует, что опять то же самое все. Фактор по простому и его кратным – это поле всегда, а фактор по непростому никогда не поле. Ну, второе и так очевидно без основной теоремой арифметики. Если какое-то гауссовое число непростое, и мы берем фактор по нему, то тогда просто два вот этих самых гауссовых, которые в произведении дают вот это, они будут представлять разные остатки, это довольно просто доказать, и они будут представлять не нулевые остатки, а при умножении будут давать ноль. Вот тут уже, ага, тут уже, значит, так, Цирен выписал уже для пяти, Иван выписал для двух, все тоже, да. Да, кстати, и пять, и два, они непростые, но формула все равно верна. То есть здесь как бы речь идет, вот эта формула будет верна для любого простого, ну, как бы по модулю него, даже если оно перестало быть простым в гауссовых, все равно формула будет верна. Так, ну что, готовы теперь поиметь дело с любым произвольным конечным полем? Готовы? Тишина. Готовы? Тогда я стираю подготовительный материал, и сейчас мы рассмотрим любое конечное поле. А, еще важное, важное, важное следствие вот этого вот, я забыл сказать, что, так как все остатки, есть степени вот этого, а вот это в восьмой равно единице, тогда любой остаток отделения на три в восьмой степени тоже будет равен единице по модулю трех. Кроме, ну, не нулевое, не нулевой. И вообще любой, вообще любой будет давать вот такую, альфа в девятой равно альфа. То есть все элементы вот этого поля, все до единого, все девять, удовлетворяют уравнению х степени 3 квадрат минус х равно нулю. У этого уравнения девятой степени ровно девять решений в нашем поле, а именно все, поголовно все, его элементы. То есть сохранение... Непонятно, почему для любых элементов, что, допустим, х восьмой равно один. А потому что любой элемент это какая-то степень один плюс и? Ну, да, я... Давайте подробнее. Значит, пусть есть любой остаток альфа. Альфа есть один плюс и в какой-то степени, ну, не знаю, бета, да? Б. Так? Тогда альфа в восьмой это один плюс и в бетой и в восьмой. А, то есть это кратное в восьмой степени. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это один плюс и в восьмой в бетой. Но это уже единица в бетой, то есть это единица, как ни крути. Поэтому получается, что все они корни восьмой степени из единицы, все поголовно они нулевые остатки, это корни восьмой степени из единицы. А, следовательно, все вообще остатки в девятой степени дают себя же. Поэтому еще одно очень важное свойство всех конечных полей на самом деле, это что они все... Девятые себя же дают. Почему в девятой себя же дают? Что? Почему в девятой степени себя же дают остатки? Ну, потому что ноль автоматически, ноль он как бы... А, следовательно, я издупил. А остальные это домножим на альфу и все. Вот, то есть у нас намечается некоторое обобщение этой формулы для конечных полей. И оно действительно будет. Для любых конечных полей, а не только остатков. Будет замечательное обобщение этой формулы. Так. Так. Итак, начинается абстрактная часть нашего курса. Совершенно абстрактная часть курса. Я сейчас напишу страшные слова. Пусть П произвольное конечное поле. Итак. Отныне, вот так, отныне П произвольное конечное поле. то есть конечный список чисел, которые можно складывать, умножать, вычитать и делить по обычным правилам арифметики. Или, что то же самое, что П это Абелева группа по сложению, а если выкинуть ноль, то это будет Абелева группа по умножению. И дистрибутивность верна. Что я сейчас буду делать? Я рассмотрю число один, единица, да, единица не равна нулю. Это отдельное требование, как мы помним, да, чтобы они были разные, иначе все чисто просто равны нулю, и речь идет о нулевом, таком нулевом кольце. Но нулевое кольце мы полем не считаем. Поле это уже не нулевое кольцо, а следовательно, в нем единица не равна нулю. Теперь вопрос. Один плюс один может быть равно нулю? Ответ. Как ни странно, да, может. может. Ну, например, просто, ну, как в Z по 2, да? Z по 2 это поле, стоящее из 0 и 1, и все, других элементов в нем нет. Но на самом деле может быть и более сложные поля, в которых тоже 1 плюс 1 уже равно нулю. Но если 1 плюс 1 не равно нулю, если 1 плюс 1 не равно нулю, то может ли быть 1 плюс 1 плюс 1 равно нулю? Ответ. Z по 3. Да, например, Z, значит, ну да, Z по 3 или наша вот эта вот новая Z, это ты по 3 удовлетворяет этому свойству. Так, если 1 плюс 1 не равно нулю, и 1 плюс 1 плюс 1 не равно нулю, может ли быть 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 равно нулю? Z по 4 это также можно 1 на 4 Это будет кольцо. Это не поле. Это вопрос с подвохом. Ответ нет. Доказательство. Вот эта сумма равна 1 плюс 1 умножить на 1 плюс 1 по правилам разложения скобок в полях. И так как в любом поле нет делителей нуля, то это тоже не ноль. Видите, как прикольно. Можете еще доказательство повторить? Значит, доказательство. Итак, мы на самом деле решаем следующую задачу. Мы суммируем единицу саму с собой и пытаемся понять, что с ней происходит. Значит, она может, в принципе, уже на втором шаге дать ноль, но если нет, то может на третьем шаге дать ноль. Но если она не дала ноль на втором шаге, она не может дать ноль на четвертом. Потому что на четвертом шаге вот эта сумма это произведение двух таких сумм. Нет, почему произведение двух таких сумм? Как мы это, так сказать, доказали? Потому что в поле верна дистрибутивность. 1 плюс 1 умножить на 1 плюс 1 по аксиомам поля равно 1 умножить на 1 плюс 1 плюс еще 1 умножить на 1 плюс 1. То есть это будет 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1, потому что единица по умножению ничего не меняет. То есть просто дистрибутивность умножения относительно сложения. Обычное раскрытие скобок. В любом поле верны правила, связанные с обычным раскрытием скобок, и все, что из них выводится, бином Ньютона, правило сокращенного умножения, все, что вы можете придумать, будет верно в любом поле в силу просто этих аксиом. Только простое количество единиц могут в сумме давать и 0? Да! Совершенно верно. Теорема. Для любого конечного поля P, ну или, ну мы уже рассмотрели, P это некоторое конечное поле. Теорема. Существует такое простое не Гауссова, про Гауссова можно забыть, это был пример, простое P, натуральное простое P, что 1, 1 плюс 1, 1 плюс 1, плюс 1, 1 плюс 1 плюс так далее, плюс 1, P минус 1 раз, все различные и не нулевые, а уже 1 плюс 1 плюс 1 плюс так далее, плюс 1, P раз равно нулю. Вот такая первая лемма про конечные поля, назовем ее даже теоремой, в любом конечном поле существует некоторая такая специальная характеристика, она так и называется, характеристика конечного поля, вообще, если в поле сумма единиц когда-то становится равной нулю, то это поле называется полем конечной характеристики, вот, так вот, то есть иногда это и в бесконечных полях происходит, но мы будем только с конечными работать, так вот, в конечном поле обязательно существует такое число и оно окажется простым обязательно, что все предыдущие различные и ненулевые, то есть все разные и все ненулевые, а следующее уже сразу ноль, и это ровно как бы какое-то простое количество раз. На самом деле это несложно. Что? Хорошо, вот это теорема, давайте вот возьмем число, например, которое меньше P, но тоже простое, такие же, могут быть числа. Да. А вот потом возьмем такое число, где вот количество P равно вот этому числу, которое меньше, чем... Ну вот... Количество единиц, количество единиц. Да, равно числу, которое меньше P. Ну вот 3, например. А? Ну, по сути, оно же должно равняться. Нет, нет, не утверждается, что для любого простого, это верно, утверждается, что для любого конечного поля существует такое простое, что это будет верно. Ну, например, для поля Z делить на 3... Понятно. Вот. Ну, на самом деле, здесь можно просто представлять себе остатки по модулю P. Понятно, вот первые P-1 остатков были не нулевые и различные, да? А P-1 уже 0. Но интересно, что для любого конечного поля, а не только для остатков по модулю P, верно, то же самое утверждение, что единицу можно складывать только простое число раз. Ну, в смысле, чтобы получить 0. Вот некоторое простое число раз сложил, получил 0, а до этого 0 не будет. Ну, а после этого тоже понятно, да, что происходит. Ну, то есть, как бы, если P-1 раз сложить, это просто единица, да? Если P-2 раза сложить, будет двойка, ну, и дальше пойдет по циклу. Если минус 3 раза сложить, то есть написать минус 1, минус 1, минус 1, это, на самом деле, сумма единиц в количестве P-3. Вот. А, следовательно, множество вот таких вот кратных единиц, давайте я напишу K умножить на 1, или просто я буду, потом я буду просто обозначать за K. K. Вот, как бы, K кратных, вот такие вот, множество всех таких выражений образует поле, подполе образует подполе, подполе, то есть маленькое поле внутри K, внутри, ой, внутри нашего P. Вот, по сути, по сути, это подполе есть просто Z по P. То есть оно изоморфно, вот в том смысле, что я могу назвать ноль, вот ноль настоящего поля, значит, я называю, ноль настоящего поля, я как бы, если назову нулевым остатком отдельно на P, эту единицу назову первым остатком отдельно на P, эту двойку, значит, 1 плюс 1, точнее, назову вторым, то есть двойкой, это назову тройкой, и так далее, это назову P минус 1, и попытаясь производить сложение и умножение вот этих вот странных групп единиц, то все будет повторяться как в Z по P просто. Ну, по сути, это что? Это утверждение о том, что 1 плюс 1 K раз, да? Умножить на 1 и так далее L раз, чему равно после раскрытия скоба? K умножить на L. Да, конечно! Именно K умножить на L раз, потому что каждый раз вы открываете скобку, и все эти единицы у вас в ряд, то есть это будет такая матрица единиц, K на L, вот такая, и все они будут сложены друг с другом. Поэтому, на самом деле, внутри каждого конечного поля живет хорошо знакомое нам поле вот таких вот, значит, остатков отделения на P, и оно реализуется как сумма единиц. Ну и упражнения, придумать упражнения, вот как написать обратный к вот такому, вот, допустим, у меня есть, смотрите, вот у меня есть, скажем, здесь, ну, 7, да, 7 единиц, да, а в поле у меня характеристика 19, то есть, как в остатках отделения на 19, вот это вот равно нулю, а до этого не равно. Вот на что надо умножить, чтобы получить единицу? Вот сколько здесь раз надо взять, чтобы получить в результате единицу? Что за задачу я решаю? при этом? Найти обратное. Конечно, я просто ищу обратное по модулю 19 к 7. 7 умножить на что? Будет похоже на, будет отличаться от 19 вверх на единицу. Так, сейчас, 57, 76, о, 76, 7, 7 на 11, правильно? 7 на 11 равно единице по модулю 19. А значит, если я взял здесь 11 единиц, то у меня получилось что? У меня получилось 77 слагаемых, да, ну и все, кроме первой, раскидываются на 4 группы по 19 и равны нулю. Вот. То есть, это такой способ увидеть остатки, так прям увидеть глазами, да, вот так, раскрытыми глазами увидеть остатки. Вот. Так, ну что, с этим мы справились, да? Согласны со мной? Угу. Отлично. Мы будем теорему доказывать, которую сейчас формулировали? А мы фактически ее уже доказывали, а, нет, ну да, мы ее обсуждали, а не доказывали. Да, 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 действительно, характеристика поли-единственная, сейчас мы, ну давайте докажем, да, давайте докажем совершенно формально. Ну, смотрите, прежде всего, все эти выражения, они не могут быть различными. Почему? Почему? Ну, поли-конечный. Конечно, оно конечное, и в конце концов просто кончится весь запас. Значит, в какой-то момент два выражения дадут одно и то же. То есть, какие выражения? В сумме этих единиц? Да, две суммы единиц должны в какой-то момент обязательно дать одно и то же. Но если какие-то две суммы единиц дали одно и то же, например, вот такая сумма единиц дает то же самое, что вот такая сумма единиц, то что я могу сделать? Я могу на эту сократить. Тогда вот эта сумма единиц дает ноль. Вычесть, правильно. Тогда вам нужна единственность обратного. Да, но это же поле, это Абелева группа по сложению, и единственность обратного по сложению гарантируется свойствами группы. Вот. Поэтому мы просто сокращаем и получаем, что на самом деле пока они были все обратные, ой, пока они были все ненулевые, они друг другу не могли равняться. Понятно, да? Как результат? Понятно? Не совсем. Ну вот смотрите, вот у нас берется, вот они вот берут, берут, в какой-то момент будет повтор, первые, в первый момент повтора. Допустим, был первый момент повтора. Давайте вот здесь 0 еще напишем, вот так. Значит, 0, 1, 1 плюс 1 и так далее, и вот в какой-то момент точно уже повтор. Вот первый раз, когда был повтор, ну, допустим, он вот такого вида. Тогда я утверждаю, что на самом деле это не первый повтор, потому что у этого числа есть обратный минус альфа. Вот если это альфа, то это же абелевая группа. У него есть обратный. Я беру, прибавляю обратный к нему и получаю минус альфа плюс альфа равно минус альфа плюс альфа плюс один плюс один. Ну и все. Это ноль, это ноль. Мы получаем, что на самом деле повтор-то был раньше и уже с нулем был повтор именно, а не просто две какие-то суммы повторились. То есть, когда произошел повтор, он мог произойти только с нулем. Иначе сокращая, мы сдвигаем налево, и повтор был уже раньше и был именно с нулем. Это вот типичный групповой ход. Это в любой теории групп, значит, на самом деле в абсолютно любой группе, просто это такой результат, да? В любой группе. Вот берем единицу группы, какой-то элемент, его квадрат, его куб, который, не важно, как расставлять скобки из ассоциативности, ну и как бы в композиционные вот такие вот степени мы возвоим. Ровно то же самое, верно. В какой-то момент это равно е, а до этого это не может быть не только равно е, они не могут даже повторяться, потому что из повтора мы бы опять, мы бы сократили на как бы из-за существования обратного, мы бы поделили и получили бы, что повтор был раньше. Только в любой группе вот это k может быть каким угодно, а здесь из-за свойств умножения k может быть только простым, что мы сейчас дальше покажем. Ну, все равно, мы доказываем, что вот эти множества образуют поле, а вот как связано это с тем, что мы сейчас проговорили? Да, мы пока доказываем вот эту теорему, что существует какое-то простое, такое, что вот этот список состоит из различных, а дальше будет ноль, и это как раз простое количество раз дает ноль, вот эта сумма. Вот такую теорему доказываем. Вот как держится то, что вы сейчас сказали, доказательства и эта теорема, просто непонятно. Ну, если эта теорема не верна, то есть первое утверждение этой теоремы состоит в том, что идут разные, 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 а потом сразу ноль. Вот это понятно почему? Нет, вообще сейчас повтори, почему-то не вот так. Итак, мне нужно доказать, что вначале все были разные, а потом какое-то стало равно нулю. Если это не так, то что есть логическое к этому противореть, ну, как бы логическое утверждение, которое было бы обращением к этому? Оно состоит в том, что они будут все разные, пока какой-то не будет равен какому-то из предыдущих, но не нулю. То есть потом будет зацикливание? Да. Так вот я утверждаю, что зацикливание не на нуле невозможно. В силу именно свой сокращения. То есть если вот какая-то сумма равна какой-то другой сумме, то вот на эту сумму можно сократить, и оставшаяся часть вот этой более длинной суммы на самом деле равна нулю. Но оставшаяся часть более длинной суммы встретилась раньше. понятна? Нет. Напишите, кому понятно, кому нет. Плюсы и минусы просто поставьте. Так. Ну, ладно. Тогда я просто, наверное, да, перерыв, безусловно, будет. Давайте я тогда все-таки почти все поняли, но это первый раз, я сразу предупреждаю, если первый раз на это смотреть, это очень непривычно. Ну, давайте так, тогда как бы вот к этому надо привыкнуть, да, то есть повтор будет, но если он не на нуле, мы сократим, и повтор тогда, значит, был на нуле. Вот. Почему это простое число обязательно? Вот, давайте, после перерыва я это скажу. Почему это именно простое число, а не какое-то произвольное? Вот в любой группе я мог провести это рассуждение, и получил бы, что любой элемент, а вообще любой элемент, абсолютно любой группы, когда я беру кратные, в конце концов, первый же повтор, который будет, если эта группа была конечной, ну, или если даже группа была бесконечной, но сам элемент не порождает бесконечную серию вот таких вот, то первый же повтор будет именно в Е, он упрется в Е, а не куда-нибудь еще. Но вот это число, через сколько шагов это произойдет, в произвольной группе, может быть, каким угодно, а поле вот с этими суммами единиц обязательно будет простым.